Каждый четверг на моем канале выходят видео с рецептами правильного питания. И видео я снимаю не одна, а совместно с каналами Анна Флорида и каналом София Белавина. Они тоже готовят для вас полезные рецепты. Все ссылочки вы сможете найти внизу под видео. Не пропустите! Всем привет! Готовлю сегодня торт Медовик или Медовый торт. Торт общим весом 2,5 килограмма. Готовила я этот торт на заказ. Всем рекомендую! Очень простой рецепт. Торт получается мягкий, нежный, вкусный, со вкусом детства. Для начала приготовлю крем. В миску отправляю 2 куриных яйца и 300 граммов сахара. Нужно хорошо размешать, но не в пышную массу, скажем так, а до такой степени, чтобы яйца у нас просто взбились с сахаром. Получается такая нежная пенка. Теперь сюда добавляю 100 граммов просеянной пшеничной муки и снова венчиком размешаю. Масса загустела и теперь постепенно в 3 этапа добавляю 1 литр теплого молока. Продукты берите очень хорошего качества и результатом, поверьте, вы будете довольны. Постепенно вливаю в 3 этапа молоко по принципу, как мы делаем тесто на блинчики. Дальше переливаю в кастрюлю и ставлю на газовую плиту. Когда начинают появляться первые пузырьки, снимаю с огня. Крем готов! Займемся тестом. В миску засыпаю 150 граммов сахара, 200 граммов сливочного масла и 4 столовые ложки меда. Ставлю теперь это все на паровую баню. И постоянно помешивая, жду пока у меня эта масса станет однородной. Делайте поменьше огонь, не спешите. Мед не должен ни в коем случае закипеть. Вот такая получается однородная масса. Теперь сюда добавляю 2 чайные ложки соды без горки. Соду гасить не нужно. Хорошо размешиваю. Масса увеличивается в 2 раза. Масса должна побелеть. Теперь отставляю эту массу в сторонку, чтобы она у меня остыла. Стала такая приятно теплая. Займемся второй частью теста. 4 куриных яйца взбиваю с 150 граммами сахара. Немножко добавляю еще сюда ванилина. Вот здесь важно, сахар должен раствориться. Соединяю две смеси и размешиваю. Немного добавляю еще соли, буквально щепоточку. Хорошо размешала до однородности. И теперь постепенно частями добавляю просеянную пшеничную муку. Ориентируйтесь, что муки вам всего понадобится 1 килограмм. Всегда говорю, муку вводите частями. Немного подсыпала муки, ложкой размешала. Снова подсыпаю, размешиваю. И так до тех пор, пока мука полностью не закончится. Всего процесс замешивания теста занимает примерно 10-15 минут. Не спешите, вымешивайте тесто, чтобы оно стало такое эластичное, мягкое. В холодильник я его не кладу. Я его прикрываю полотенечком и разделяю на 8 одинаковых частей. Примерно один кусочек у меня получается 250 граммов. Застилаю пергаментную бумагу, подспыляю мукой и раскатываю пласт. Я вот на этой пергаментной бумаге прям вот так сразу и выпекаю. Я сделала себе трафарет. Размер его 28 на 23 сантиметра. Обрезаю и коржи у меня все одинаковые и ровные. Точно так же поступаю со всеми коржами. Выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 5 минут. Смотрите внимательно, а то коржи быстро-быстро выпекаются. Крем у меня приятно теплый и я к крему добавляю 200 граммов масла мягкого и взбиваю блендером в пышную-пышную массу. Ну вот и все, можно собирать в принципе тортик. К крему в конце уже добавьте еще ванилина. Вот получилось у меня сколько коржей. Все такие красивые, ровные. Можно собирать тортик. На один корж примерно 9 столовых ложек крема смело можно накладывать, потому что у меня крем еще немножко и остался. Торт украшаем на свой вкус, на свое усмотрение. Еще остался один корж, 8 вернее. Я его подсушила и скалкой измельчила в крошку. Я желаю вам приятного аппетита, всего самого хорошего. Если у вас есть какие вопросы, задавайте мне в комментариях. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал. Встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok